Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Зачем нужно было открывать еще один? Да нужно открывать еще один, и еще один, и еще 20, и потом еще 40. Потому что на самом деле музеев очень не хватает. Не хватает вот этой привычки и культуры ходить в музей. Это касается и технических музеев, и художественных музеев. И здесь вообще очень трудно ответить на вопрос, зачем нужно открывать. По двум причинам трудно. Во-первых, иногда очень хочется, и уже тогда не остается аргументов, чтобы не открывать. А во-вторых, ну мне кажется, сейчас время такое. Должно быть много всего разного. Те музеи, которые вы перечислили, это замечательные музеи. Это ни в коем случае не конкуренты друг другу. Но это большие такие хорошие, большие, крепкие организмы. И они, у них есть свои потолки, свои ограничения. Мне кажется, что должно быть невероятное, буквально именно невероятное количество маленьких музеев. Хорошо бы, если бы они появлялись и не исчезали. Но даже если они будут появляться, какое-то время существовать, искать какую-то новую форму, это будет очень здорово. Вот в театральной жизни сейчас происходят какие-то невероятные вещи. Очень невероятные, я даже сказал. Сильно невероятные. И это и хорошо. Кто-то с этим не согласен, кто-то согласен, но идет поиск. В области музейного дела такого мощного поиска не идет. Вот поэтому хотелось бы эту тенденцию переломить, чтобы музеи... Самое главное, чтобы музеи были разные. Тогда каждый музей найдет своего посетителя, и каждый посетитель найдет свой музей. Слушайте, ну вот отсюда возникает логический вопрос следующий. А что человек, пришедший именно в ваш музей, найдет того, чего он не найдет в других музеях? Ну, не хочется обижать коллег. Давайте я просто похвастаюсь. Ну, можно. Легоний, ненавязчивый. Да, ненавязчивый. Нас многие музейщики ругают, ругают справедливо, что мы плохо храним экспонаты. Мы даем их в руки. Мы 100-летней, 150-летней технике не даем заслуженно уйти на покой. Мы ее включаем, эксплуатируем, показываем, как она работает. И вот это, пожалуй, одна из визитных таких карточек, что нас сильно отличает от других. Мы даем экспонаты развинчивать, если очень хочется. То есть можно даже вот разобрать чуть-чуть? Ну, не со своей отверткой прийти. Ну, понятно, да. Если после экскурсии остаться, задать какие-то вопросы и уговорить экскурсовода, то все это сбудется. И можно будет заглянуть внутрь. Слушай, ну это здорово, на самом деле. Мы продолжим разговор очень скоро. Друзья, напомню, у нас в гостях сегодня руководитель Музея истории науки и техники Дмитрий Якубов. У нас небольшой перерыв. Через несколько минут вновь мы в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Оставайтесь здесь. А, друзья, на телерадиоканале прямо сейчас продолжается наша программа «Наука и технологии». В гостях у нас сегодня, напомню, Дмитрий Якубов, руководитель Музея истории науки и техники. Дмитрий, еще раз добрый день. Ну и вот о чем хотелось поговорить. У вас же открывается выставка «Телефонная связь», да, правильно? Так называется? Что это будет вообще? Какие экспонаты? Что интересного? Что необычного? Давайте все хочется об этом узнать. Ой, это надо приходить на выставку. Ну, это понятно. Но пока мы вот за пределами. Давайте, да, то, что мы могли принести в студию, я расскажу два слова. Почему мы говорим про наши телефончики, что это трубка? Ну, по крайней мере, вот поколение не тинейджеров, а чуть постарше так и говорит «телефонная трубка, телефонная трубка». Иногда говорят, ну как, вот раньше же трубки были, и вспоминают эту карболитовую такую конструкцию с ухом, с микрофоном. Но на самом деле и это не была трубкой. Несмотря на название. Несмотря на название, да. А разгадка очень простая. Вот в 19 веке во многих богатых домах... Дмитрий, прям секундочку, пока вы не начали показывать, я хочу обратиться к тем, кто нас слушает. Прямо сейчас, друзья, включайте экраны, потому что это надо не только слушать, но и смотреть. Потому что Дмитрий все это показывает сейчас вот так, как на самом деле все и было. Я постараюсь компенсировать. Значит, из стены торчал шланг, оплетенный красивой тканью. И он заканчивался деревянной воронкой. Все мы знаем эту игру. Если взять садовый шланг и тихонько в него сказать, то на другом конце будет очень хорошо слышно. Что такое на другом конце? 100 метров, 200 метров, 250, 300 метров можно было такой системой вполне покрыть. Проблема только одна. А как вызвать своего собеседника? Ну да, как сделать так, чтобы он услышал и, собственно, начал слушать. Вот здесь мы видим очень простую вещь. Мы ее не замечаем, но есть отдельно связь и отдельно вызов. Когда мы даже на улице хотим кого-то окликнуть, мы меняем голос, меняем поведение свое, начинаем махать руками и совершенно другим голосом говорим там «Влад, я хочу сказать». А потом нормальным голосом говорим. Вот как же по такой трубке вызвать человека? Кричать в нее бесполезно. Будет слышно довольно плохо. На экскурсии мы даем время, чтобы люди погадали, помучились. Здесь, к сожалению, я вынужден сразу сказать ответ. Ответ очень оригинальный. Такую трубку затыкали свистком. Может быть, кто-то уже догадался. Если на одном конце у вас заткнут шланг свистком, то с другой стороны вы можете свой свисток вынуть. Так, Дмитрий сейчас это делает. Друзья, кто нас смотрит? Резко дунуть в свой раструб. А на другом конце... Внимание! Вот! Вот оно случилось! Раздастся свисток. Вы понимаете, что вас вызывают к телефону. Вынимаете свисток, начинаете разговор. При всей неуклюжести этой технологии у нее есть потрясающие преимущества. Она неубиваемая, ей не нужны батарейки. Поэтому до конца XX века на всех судах, на всех кораблях, в качестве, по крайней мере, аварийной связи между капитанским мостиком и двумя-тремя ключевыми постами вот такой вот акустический телефон обязательно... Слушайте, удивительная штука. Сейчас молодежь, которая нас слушает, смотрит и говорит, господи, как же они жили вообще раньше? Это же невозможно. На самом деле, друзья, такое было. У нас в гостях Дмитрий Куб, руководитель Музея истории науки и техники. Мы скоро вернемся, сейчас небольшой перерыв. Друзья, телерадиоканал «Страна ФМ» продолжается у нас программа наук и технологии. Дмитрий Якубов у нас в гостях, руководитель Музея истории науки и техники. Мы продолжаем говорить, ну, пока еще о средствах связи. У меня вот в руках сейчас находится... Это называется как, Дмитрий? Это говорная труба? Говорная труба, да. Это вот реально та вещь, которая была? Это оригинал? Да, это оригинал. Да, это оригинал. Друзья, представляете, вот это телефон. Вот это вот то, что на столе у меня лежит телефон. И вот это тоже телефон. Ну, а дальше все это как развивалось вообще? Во что это? Это же вот это, вот это, вот это, то, что пошло после уже, да? Да. Значит, здесь я два слова хочу сказать про случайные изобретения. Александра Белл ему попоручили усовершенствовать телеграф. И он с большим упорством, с большим талантом занимался изменением системы телеграфирования, которая была уже широко уже была внедрена во всем мире. Я не буду сейчас вдаваться в технические подробности. Важно, что происходит некая случайность, он слышит голос. Он слышит голос не свыше, а голос из подвала своего помощника. Так, секундочку, чтобы понимать. А до этого азбука Морзе была, правильно я так понимаю? До этого была азбука Морзе, и она остается сейчас. Она гораздо надежнее, чем телефон. Но вот в тот момент пытались азбукой Морзе передавать больше сообщений, чем она могла. И Белл замечает вот эту крошечную вещь, которая другому человеку могла показаться галлюцинацией или шумом с улицы, или еще что-то. Да, он делает изобретение случайно, но он его замечает, и он его делает. Это 1876 год. Он получает патент на свой телефон. И, опять же, очень важно, ему никто не заказывал изобрести телефон. Деньги вкладывались в то, чтобы улучшить телеграф. В течение года никто не обращает внимания на это изобретение. Белл пытается на ярмарках его показывать еще где-то. И кажется, что технология совершенно тупиковая. То есть реакция общественности, то, что это революция, в буквальном смысле слова, не было никакой? Ну, не только реакция общественности, а реальная ситуация такая. Вы можете передать голос метров на 100, 200, 300. При этом вам надо, в отличие от говорной трубы, которая шланг и шланг, тут вам надо еще применить высокие технологии того времени, массу капризных устройств создать и получить ничего на выходе. Потому что проще покричать, проще высунуться из окна и крикнуть. И это очень характерный такой момент, что все первое очень плохое. Первые автомобили хуже лошадей, первые самолеты не летают, первые телефоны проще сбегать. И нужно определенное упрямство, вера, не буду перечислять массы всяких свойств, везение, в конце концов, чтобы новую технологию довести до победы. А потом практически всегда случается такое чудо. Проходит сколько-то лет, и эта старая технология возрождается в новом виде. Главным недостатком телефона Белла было то, что там не было новой энергии. То есть в буквальном, в физическом смысле, вся энергия голосовых связок, которая есть, преобразовывалась в электрическую энергию, электрическая энергия передавалась по проводам и преобразовывалась опять в звуковую. Но у этого есть преимущество. Не нужны батарейки. И вот во Вторую мировую войну, когда уже технологии сильно шагнули вперед, совершенно иное качество проводов, иное качество микрофонов, выпускается такой телефон ТАБИП. Телефонный аппарат без источника питания. А, сокращенно получается. Да. Это в точности телефон Белла, военный в восторге, потому что уже на несколько километров можно передавать сообщения. И не нужны батарейки. В условиях военных действий это просто спасение. Вот как бы одна технология, которая в течение года умирает и заменяется более совершенной. В 1877 году уже появились немножко другие телефоны, которые, собственно, и завоевали мир. Проходит 70 лет, и к ней возвращается самая передовая часть технарей. Военные технари возвращаются к той технологии, которая должна была умереть еще в конце 19 века. Смотрите, а вот то, что сейчас стоит рядом с нами, да, кто увидит, друзья, обратите внимание, пожалуйста, такой вот аппарат, вот странно выглядит он в наше время, конечно, хотя уже телефон вполне напоминает. Это была уже следующая ступень, или он похож на то, что вот он изобрел? Там невероятно быстро развивались события. В это трудно поверить, но всего через 13 лет, после того, как Белл запатентовал телефон, и сверх того, что год еще он потерял, то есть за 12 лет произошло сразу две революции. Сначала появились телефонные сети, многотысячные телефонные сети, базирующиеся на ручной телефонной связи. В Москве, ну, правда, немножко позже, но тем не менее, просто чтобы цифры были понятны, 60 тысяч пользователей было перед началом Первой мировой войны в 13-м году. И вторая революция — это переход к автоматической телефонной связи. Вот то, что мы видим, это маленькая телефонная станция. Это уже автоматическая, считается? Нет, 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 ручная. Вот, вы должны самостоятельно вот этим вот щупом... Это очень сложная история, конечно, для нас. Она на четырех абонентов, но это достаточно. Четыре абонента — что это такое? Это полиция, скорая помощь, ваш секретарь и банк. Ну, самое необходимое, впрочем, как и сейчас. Сейчас вы работаете все по-другому. Мы продолжим чуть позже обязательно. Друзья, напомню, у нас в гостях Дмитрий Якубов, руководитель Музея истории, науки и техники. Потрясающе интересный разговор. Продолжается программа «Наука и технологии». Будьте вместе со Страной ФМ. Друзья, на телерадиоканале «Страна ФМ» продолжается программа «Наука и технологии». И у нас в гостях Дмитрий Якубов, руководитель Музея истории, науки и техники. Прямо сейчас еще раз призываю всех включать не только звук, но и изображение. Обязательно смотреть, потому что у нас совершенно на столах уникальная россыпь экспонатов. Оригинальная, кстати говоря. Правильно же, Дмитрий? Да, здесь все оригинальное. Слушайте, мы говорили о ручной станции, это правильно же я назвал? А вот следующий экспонат, это уже автоматическая. Автоматическая телефонная станция. Это уже другой уровень. Это другой уровень. И как этот уровень появился? Вот когда я учился в школе, все было такое сильно политизированное, и нас учили так, что вот капиталисты, они такие плохие, и они думают только о том, как бы избавиться от рабочих и все заменить автоматами. Что, в общем, правда. Думают только о том, как бы сократить издержки. Вот такой тип телефонов, он уже знаком многим. Это телефон с вращающимся диском, с вращающимся номернабирателем. Автоматическая телефонная станция. Но возник он вовсе не потому, что кто-то хотел оставить без работы вот тех самых барышень, которые сидели на ручных телефонных станциях. Это вот то самое случайное изобретение? Нет, это изобретение, которое называется героическая модель изобретения. Когда есть проблема, есть изобретатель, герой приходит и проблему решает. Это далеко не единственная модель изобретательства, но вот ее часто навязывают как единственную, она не единственная. Бывают случайные изобретения, бывают еще какие-то изобретения, просто ради поиска, ради интереса. Значит, в чем здесь история? История прямо детективная. И, кстати, она про дилетантов тоже очень-очень важна. Человек, о котором я буду рассказывать, у него никакого технического образования не было. У него был скромный бизнес, он занимался похоронным делом. Казалось бы, где связь? Где связь, да. Связь очень прямая. В какой-то момент он обнаруживает, что заказы не идут, заказов мало. Люди умирают, к сожалению, а все идет к его конкуренту. Он проводит короткое расследование, выясняет очень простую вещь, что жена конкурента работает телефонисткой на телефонной станции. И все заказы соответствующего содержания направляет не туда, куда хотят родственники покойника, а к своему мужу. И таким образом Строуджер, владелец второго похоронного бюро, остается без работы. И он решает прекратить такое безобразие. Несколько лет тратит на то, чтобы разработать систему автоматической телефонной связи. А он сам это делал? Он делал это сам. А не проще было найти хорошего человека, какого-то грамотного нанять? Ну, нанять, грубо говоря, да? Вообще, это вещь, которая мне до сих пор непонятна, и надо в этом разбираться. Ну, логично было бы, да? В то время как-то, видимо, настолько был какой-то всплеск. Ну, вот знаете, как сейчас все делают сайты сами, да? И кто-то делает гениальные сайты, хотя не учился много лет. Вот его прижало, надоело ему, он сделал гениальный сайт. Видимо, в те времена вот все, что вокруг электричества крутится, оно также устроено. Скажем, Морзе тоже был дилетант, он был по образованию художник. Он допускал чудовищные ошибки и намного дольше шел к цели, но он один вот шел, а вокруг была масса специалистов, которые заняты были чем-то своим. Но в итоге он сам все это сделал, да? И Морзе, и Строуджер все сделали сами. Строуджер прославился тем, что он создал телефон без барышни проклятий, как вот в Америке он назывался телефон без барышни. Ну, может быть, на русский надо без барышни брать. Ну, то есть получается полный автомат по тем временам, да? Да, полный автомат. Давайте мы подробнее об этом чуть позже поговорим. Друзья, у нас в гостях Дмитрий Якубов, мы скоро к вам вернемся. Друзья, телерадиоканал Страна.ФМ, напомню, продолжается у нас программа наука и технологии, как всегда в это время по будним дням. Дмитрий Якубов у нас в гостях, руководитель Музея истории науки и техники. Дмитрий, мы завершили на том, как проходит вот этот момент волшебное изобретение, да? А как происходит смена, как это правильно сказать, смена технологий, да, наверное? Ну, смена технологий, да. Это длинный процесс вообще? Бывает ли он случайным или он всегда, вот, это такая эволюция преднамеренная получается? Давайте, да, по порядку. Значит, длинный или не длинный? Вот когда мы смотрим назад, то может показаться, что он прямо одно мгновение, потому что, представьте себе, в 1876 году изобретен телефон, а в 1885 уже действуют автоматические телефонные станции. То есть за сколько там, получается, за 14 лет? Мгновенно, да, от ручных телефонов. Все это очень кажется быстро. Да, учитывая то время, когда технологий особо еще и не было. Почему так может быть? Потому что одна технология паразитирует или вступает в симбиоз, или гибридизируется с другой технологией. Ну, как это можно пояснить? Вот были конки, у них были рельсы, и очень скоро по этим рельсам стали ездить паровозики. То есть одна технология не полностью сметает другую, а все-таки встраивается и вытесняет потом. И ровно то же самое было со связью. Сначала телеграф появляется, телеграф нужно тянуть между городами, а между городами уже есть железные дороги. И эти две технологии идут рядом. Очень удобно параллельно железной дороге проложить телеграфную линию. Ну, конечно, телеграф не вытесняет железные дороги. Но вот когда появляется телефон, то телефон начинает прямым, прямо паразитировать на той инфраструктуре, которую создал когда-то телеграф. В тех же зданиях устраиваются телефонные станции, те же провода используются для того, чтобы передавать сигналы уже телефонные, те же коммутаторы. Очень много проблем, не все подходит, телеграфные провода шумят по сравнению с телефонными. Но это проще, чем все делать для новой технологии заново. И если каждый раз человечество будет новую технологию начинать прямо вот с нуля, то мы никуда не двинемся. Но это вы говорите про разъетирование, оно же хорошее такое, со знаком плюс все равно, да? Ну да, да. Но в итоге-то получается так. Если не наделять технологию какими-то, как-то не симпатизировать ей и не впадать в сентиментальные какие-то вещи, конечно, это смена, ну как в эволюции, смена одного вида другим видом. Вот. Иногда эти вещи бывают очень неожиданные. Очень неожиданные. Например, первые автомобили вынуждены были заправляться в аптеках. А почему? Потому что бензин использовался как средство от кожных заболеваний. А, вот в чем дело. А заправок-то не было. Значит, вот они от аптеки до аптеки могли как-то ездить. Потом поняли, что это хороший бизнес строить заправки. Совершенно неожиданная форма такого симбиоза — это животноводство и телефонная связь. Значит, в Штатах, где огромные территории... Это вот про проволоку-то есть? Да. Слушайте, а давайте мы о ней чуть попозже расскажем. Давайте попозже, да. И очень интересная история. Друзья, у нас Дмитрий Якубов в гостях. Скоро мы к вам вернемся. Пожалуйста, дождитесь. Друзья, никогда у нас в студии не было такого количества раритета. И сейчас он есть, поэтому еще раз хочу призвать всех, кто нас слушает, пожалуйста, включите экраны свои и посмотрите, что у нас на столах расположено. Не будем уточнять, все это и так видят. Это огромное количество телефонов старых, причем настоящих абсолютно. В гостях у нас Дмитрий Якубов, руководитель Музея истории, науки и техники. Дмитрий, мы завершили, вернее, в прошлый раз закончили разговор на какой-то потрясающе интересной истории с колючей проволокой, да, который тоже сыграл роль в развитии связи. Колючая проволока. Ее тоже когда-то изобрели, причем у нас она, к сожалению, ассоциируется с тюрьмой, с зоной, с не входить, да, с запретом. Ну, с чем-то таким не очень хорошим. Вот, ее изобрели. Совершенно другая задача была, связанная с животноводством. В Соединенных Штатах открываются колоссальные возможности для животноводства, огромные просторы, те самые прерии. Только нет дерева и нет камня в достаточном количестве. И практически нет смысла захватывать новые территории, потому что невозможно их обслужить. И вот несколько раз колючую проволоку изобретали, это тоже интересный момент, что некоторые изобретения делались несколько раз. Но так в 1860-м уже ее точно изобрели, и революция произошла незадолго до изобретения телефона. В 1874 году, за 6 лет до патента, который получил Белл, появился тип колючей проволоки, которую очень легко производить. Она допускала автоматизацию производства. И произошли совершенно фантастические вещи. В это трудно поверить, я сам не верю, но скажу. Значит, по данным, которые приводятся, в некоторые годы длина изгородей из колючей проволоки увеличивалась больше, чем на миллион километров в год. Миллион километров. Да, это будет огромная цифра. Это невероятная цифра, но и площади там были в те времена очень такие убедительные. Как быт этих людей, этих фермеров был устроен? Значит, большая семья или две семьи, и гигантская совершенно территория, огороженная колючей проволокой, где пасется скот. Ну, пообщаться-то хочется, а территории такие, что не съездишь, даже голопом не доедешь до своего приятеля, чтобы просто поболтать там, вечером попить чайку. Надо сказать, что те самые североамериканские фермеры были очень технически продвинутые ребята. И они сделали следующее. Они закупали... Да, сами телефонисты, у них просто не доходили руки вот до этой глубинки. Но люди сами закупали телефоны, сами разбирались, как их подключить. И в какой-то момент количество вот таких самостоятельно подключенных людей по колючей проволоке на полмиллиона превышало количество официальных абонентов у фирмы Белл. У фирмы Белл было 2,5 миллиона абонентов по всей Америке, а самостоятельно подключившихся было 3 миллиона. Как они общались? Телефонных станций не было. У них были договоренности. Помните такая ручка, которую надо крутить? Значит, когда вы крутите эту ручку, с другой стороны раздается звонок. Вот вы крутите эту ручку, у вас есть договоренность. Если я 3 раза кручу коротко, то это там сеньора Родригеса я вызываю. Если 1 раз длинно, потом 2 раза коротко, то это там еще кого-то. То есть между абонентами были распределены вот такие коды. Это чем-то напоминает систему звонков в коммунальных квартирах. Звонить... Да, 1 раз, 1, 2 раз, другому, 3 раза, да. Была общепринятая система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Это один очень длинный звонок. То есть если вот кто-то крутит ручку без конца и не останавливается, это значит, что все должны подойти к телефону. Что-то невероятное... Это какой-то сос такой, да? Да, но это может быть хороший какой-то сос, но это, в общем, то, что касается прямо вот всех. И сложилась уникальная культура, абсолютно иная, чем в городе, потому что в городе была повременная плата за телефон. Там больше все было похоже на наши смс-ки. А то, что было вот в этой телефонной линии на колючке, больше похоже, наверное, на то, что у нас сейчас в чатах происходит. То есть люди сидели, технически была возможность сидеть втроем, в четвером, в пятером. Есть даже воспоминания о том, что устраивались концерты. И они одновременно могли все общаться, да? Они одновременно могли общаться. Ну, это чат по нашему времени. Это чат, да. Кто-то играл на банджи, кто-то пел, кто-то слушал. И вот так они решили проблему своей уединенности, скрестив две технологии. Вот технологию дешевой колючей проволоки, которая уже была. И совершенно новую технологию, которую просто не успели еще сами авторы этой технологии не успели... Слушай, потрясающая, интересная история. Дмитрий, у нас не так много времени остается. Давайте все-таки вернемся в ваш музей. Помимо всего вот того, о чем вы сегодня рассказали, помимо того, что мы сейчас видим вот на наших столах, что еще могут увидеть те люди, которые придут? У нас музей очень маленький, крошечный. У нас всего 70 метров. Мы расположены на горбушке. Это немножко неожиданное место для музея, но вот мы там расположены. У нас четыре большие коллекции. Одна коллекция посвящена часам, одна микроскопам, одна телефоном и одна фотоаппаратам. Вот все, что я рассказывал, это все надергано из разных экскурсий. И мы стараемся в таком же духе проводить экскурсии, чтобы все время была какая-то интрига, чтобы... Мы показываем опыты. Вот все, что я рассказывал, мы показываем в виде опытов. Все это можно потрогать там, да? Все это можно потрогать, включить. Можно позвонить с одного телефона на другой. Можно побыть телефонисткой, попробовать повтыкать. Друзья, можете попробовать себя в новой ипостаси. Приходите обязательно. Дмитрий, 30 секунд. Остается, собственно, куда приходить, куда звонить, где искать, как все это сделать. Запишите в интернете простой адрес муз.инт, Музей Истории Науки и Техники. В одно слово. Латинскими буквами муз, там Z, инт, Истории Науки и Техники, точка ру. Там вся информация появится. Сейчас там просто говорит, что в декабре мы откроемся. Очень ждем. Хочу вот что сказать. Если вы хотите, чтобы музеев было много, 10 секунд. Ходите в музеи, их будет много. Друзья, Дмитрий Кубов, руководитель Музея Истории Науки и Техники у нас был. Спасибо большое, Дмитрий. Приходите еще. Счастливо, спасибо.